Купаться запрещено. Таблички с надписями, буквально пророчащие опасность, можно увидеть в Орле на каждом водоеме. Однако горожане, буквально дорвавшиеся до воды, напрочь игнорируют подобные предупреждения, продолжая испытывать судьбу, отдыхая на необорудованных для купания пляжах. Самые напряженные у нас дни оказались как раз во второй декаде июня. С наступлением теплой, жаркой погоды, будем говорить аномально жаркой погоды, количество происшествий на водных объектах увеличилось. Основные причины происшествия – это личная неосторожность граждан. Купание в необорудованных, запрещенных, непредназначенных для этого местах, к сожалению, девочка утонула, но утонула по личной осторожности. И, в общем-то, одна из причин – это неумение плавать. Последствия халатного отношения к собственной безопасности отражаются в страшных цифрах. С начала лета в водоемах Орловщины погибло 10 человек. По словам сотрудников регионального ГИМС, число погибших за тот же период прошлого года аналогично. Отличие одно – в 2016-м орловчане начали тонуть стихийно. Большинство смертей – только за последние две недели. Вины с отдыхающих никто не снимает, только вот купаться в городе попросту негде. Требованиям по микробиологическим показателям не соответствуют озеро Светлая жизнь, пруд Сахарный в Орловском районе, пруды Ждемирский и Разбегаевский. Также купание категорически запрещено в Оке, в районе горпарка. Вода в Оке грязная. Здесь и ноги помочить-то брезгливо, не то что лезть в воду. Сегодня на пляже не так много отдыхающих, подводит погода. Но вместе с теплом на пляж вернутся и сотни орловчан, напрочь игнорирующие предупреждения – купаться запрещено. Подобная ситуация и на озере Светлая жизнь. Не отпугивают желающих поплавать и горы мусора, окурки и даже мертвая рыба, лежащая на берегу. Кстати, о том, что купаться в водоеме небезопасно, не знают даже местные жители. Запретить нельзя. Потому что если здесь не будут купаться, все равно где-то люди будут купаться. Но насчет палочки она везде есть. Предотвратить трагедии. Такая непростая задача лежит на плечах орловских спасателей. Сотрудники регионального ГИМС ежедневно выходят в профилактические рейды по воде, предупреждая отдыхающих не пренебрегать собственной безопасностью. Особое место уделяется родителям с несовершеннолетними детьми. Как заверяют инспекторы, подобные рейды будут проводиться вплоть до завершения купального сезона.